Привет всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новый выпуск Shadow Fight Arena. И я думаю, вы уже все в кульсе. Вражки наконец-то релизнули арену. Да, многие, в том числе и я, ждали наконец-то релиза. Да, к сожалению, пока что у нас он в России, в Украине и Беларуси, я не знаю, как там ситуация, но, как там говорят, у них там еще, ну, вроде не релизнулся. Ну, если что, у меня так как раз и поправится в комментариях о том, мало ли чего у нас там вдруг там уже все изменилось за этот период времени, когда уже тут нам подрелизовали арену. Ну, как видите, я уже немножко прокачался, уже прокачал наших бойцовских и все такое. И тут уже немножечко, тут уже поднастрелся, что было все у нас там дальше да как. Наши ЗПТ-клиенты, которые у нас еще остались, да, реализовали арену вражки, но нам еще ЗПТ-шку не сбросили. То есть, нам, видимо, придется ждать именно мирового релиза. И там, скорее всего, нам сбросят, видимо, как раз-таки ЗПТ-аккаунты. Ну, честно говоря, я не знаю, как мы получим наши награды за БТ-участие. Ну, посмотрим, проверим. Пока что, к сожалению, у нас все вот так вот. Насчет глобального релиза. Кто там спрашивал, типа, люди говорили, что, типа, когда глобальный релиз? Когда там появится в других уже странах, там, России и Канады? Ну, что я скажу, ребят, я, честно говоря, не знаю, но у меня есть предположение, что это состоится на одном из ближайших мероприятий. Вот, которое, если что, в общем, пройдет в начале октября. И как раз-таки нам покажут арену, да. Да, возможно, может быть, там уже анонсируют и на ПК, и на Иксбоксе, и на оплойке. Ну, это еще, ребятушки, к сожалению, не точно. Ну, придется ждать мероприятия. Вдруг там что-то там другое покажут, и это будет неким концовочкой, можно так сказать. Ну, к сожалению, пока что у нас все вот так вот. Да, и благо мне повезло, канадскую версию... Да, мне, к сожалению, пришлось удалить, и я поставил нашу русскую версию, да. Да, конечно, я вас очень сильно понимаю, украинцы и белорусы. Ну, блин, капец. Вот, я, короче, просто удалил ее, переустановил. У меня сразу скажу, ребят, проблем не возникло, потому что канадская версия у меня еще давно стояла. Так что, когда я переустановил игру, там у меня Google мне какие-то ошибки это не выдавало. Хотя, опять же, у многих там, когда я устанавливаю игру, там выдала такая, типа, ошибка, мол, не поддерживается на устройстве. В общем, вот так вот, ребят. Давайте, я думаю, затягивать не будем. Не получилось, мне осталось переизвеститься. Да, я начал, опять же, все сначала. И придется опять все качаться по новой. Но, вроде, как говорят, уже в релизнутой версии, да. Я думаю, уже там в глобалке, вот, надеюсь, там эту фигню не сбросит. Ну, посмотрим, проверим, а то мало ли чего у нас там сейчас будет. Вот, так что у нас все вот так вот. Давайте, я сейчас покажу, что у нас тут, так дальше как. Вот, я думаю, кто там уже начинает перебраться там, ну, кто там уже успел скачаться один. Ну, я думаю, вы все в курсе, что за 30 дней, за месяц можно спокойно будет собрать Маркуса. Ну, правда, блин, зараза. Ну, почему разработчики до сих пор там не поправили нормально Маркуса, бля? Все равно выглядит некрасиво. В магазине у нас тут еще что-нибудь интересного. Да, у нас тут донатик, как видите. Донатик, донатик. Как раз вы видели это в моем ролике, когда я снимал именно канадскую версию. Там донат был. Вот, но единственное, там нельзя было покупать. Там, как говорят, вроде была ошибка. Впнская версия, пишет по-действию, канадский клиент. Вот, в общем, все вот так вот. Да. Немного, к сожалению, мне не открыто. У меня открылся только штраф, как видите. Я даже файры еще не открыл, блин, в итоге, вот. А я, как раз на канадской версии, я думаю, вы уже здесь знаете, кто смотрел мой видосик. Я дошел, ну, я дошел, конечно же, уже до Юки. Но я, правда, ее не до конца все уже открыто оставался полосколков. И, ну, что ж поделать. Зато Персов, хотя бы, по крайней мере, прикачал там до пятого уровня. Ну, придется, опять же, все по-новому гонять, все по-новому подниматься. Насчет игроков, ребят. Тут сразу скажу, настоящие игроки есть. Да, то есть, в РУ версии есть настоящие игроки. В канадской там соживаются только баты. И там еще, как бы, там, ничего там делать неинтересного. Там даже кубки не дают. Здесь, по крайней мере, есть настоящие игроки. Я уже пару раз играл. Как видите, уже, ну, почти песококов у меня. И попадались настоящие игроки. И я играл на разных локациях. Ну, и на это спасибо. Я думал, тут даже в РУ версии оставить ботов, и будет очень сложно подниматься. Но нет, и на это спасибо. Что ж, давайте, я думаю, все же вам покажу. Все же пару боев, как я тут сыграл. Сразу скажу, я неплохо, кстати, отыгрываю. Ну, да, пускай они там немножко перевешивают меня, все такое. Но я все же смог как-то отыграть. И да, ребятушки, запомните, пожалуйста, мой ник, хорошо? Потому что, ну, я, конечно, не знаю, что тут на разработку опять нахимичили. Но я не могу изменить тут нормальный ник в итоге. Вот. Как бы колечко, которым я была в термаккаунде, так и я и решил оставить. Да, они все же... Мое, мое любимое колечко, высофой кулин, которым, как вы знаете, ник мой. Но, что-то не знаю, что там не знаете. И это может мне что-то, может, кто-то химитит, что-то сделать так, чтобы можно было поставить нормальный ник. Ну, в общем, посмотрим, проверим. Давайте, я думаю, немножечко мы погоняем своим боев. Я уже не буду вас тянуть. Посмотрим, проверим. И покажу, тут настоящий игрок, и у нас тут есть. Давайте, погнали. Ну, как видите, я потихонечку уже иду в рейтинг. Да, я заранее как раз немножечко решил поднять кубки, чтобы, ну, потом как раз вместе собрать все наши награды, которые находятся на этой на линии. И перейти на следующий. Что было все как надо. Как видите, у нас игроки находятся быстро, и это настоящие игроки, да. И на это спасибо, я думал, это боты. Вот, если что, как раз сейчас в этом увидитесь. Вот, потому что у меня неоднократко появлялся значок с FPS. FPS, да. Ну, это вы видите, скорее всего, прям сразу. Хорошо, так, мы начинаем с Монаха, вот. Но я, скорее всего, Челикасуш постараюсь выиграть, потому что, ну, я как-то более скилогий, что ли, на щелечков. Вот. О, и что-то у меня прям сразу с Сонетом такая беда-бедой. Не понимаю, почему я так прискою. Ладно, хорошо. Надеюсь, у меня этот раз все пройдет без лагов. Так, ну все, потихонечку будет начинаем. Бывает, потому что, я не знаю, что-то я уже пару каток отыграл, и у меня вот такие вот, ну, моменты происходят. Вот. Ну, счастью, во время боя, после этого, все нормально, все окей, кризис. Все, хорошо. Давайте, я думаю, что я уже смогу его переиграть. Пускай у нас одинаковая прокачка. Ну, я такой более скилловый, как раз-таки, от некоторых новичков, потому что я ЗВДТ-тестер. Поэтому, можно сказать, именно вот так. Так, ладно, тихонечко, тихонечко, давай тогда, хорошо. Тихо, тихо. Без паники, без паники. Так, ну-ка, сейчас быстро доберем нашего. Все, забираем монаха, хорошо. Я, конечно, не знаю, но пока что у меня не единого поражения, потому что низкий рейсик. Вот, все еще тут новички, как бы, ну, я такой здесь более опытный, можно так сказать. Поэтому я их как-то, ну, наизим вытаскиваю. При том, что у нас, как бы, одинаковая сила, одинаковая прокачка, одинаковые уровни. Правда, у того челя, как видите, третий уровень, у меня только второй. Ну, че ж поделаться. Хорошо, как видите, продолжаем, как обычно. Да, загорается на меня значок с UPS, вот. Хорошо, значит, настоящий игрок. Чтоб вы потом, короче, не возмущали, что типа молот за боты. Нет, канадская версия там точно боты. Здесь, наоборот, настоящие игроки. Вот, и к тому же, и, блин, довольно быстро найти. Так что, я думаю, если хотите сыграть, то наша русская версия не состоит от этого труда сделать. Так. Убегает. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас опасно, сейчас опасно, сейчас опасно. Так. Ну да, новички, кстати, тоже могут так поступить. Типа, мол, потом тебя нафиг заманивать, и в итоге ты не уберешься ничего. Так. И что меня сейчас не убьет? Так. Ну-ка, придется активировать мою мощную стрелу, которая прям вообще, прям ужасно. Офигачит всех. Вот. Которые уже так реально задрали ноги так бегать, да? А, но меня еще перезвезли быстро. Хорошо, давай тогда вот так вот. Угу. Заблощили, заблощили, заблощили. Ага, тихо-тихо-тихо-тихо. Обычно я, если ошибаюсь, вот таких вот людей даже с монаха собираю. То есть даже с одного перса. При том, что прокачка, я еще раз повторюсь, одинаковая. Но все же как-то я повторюсь по скиллове. Угу. Ладно, все, короче. О, слушайте, он даже не стал доигрывать. И халявные мне тридцатку отдают. Ну, почти сороку. Тридцати, наверное, как раз таки. Ну все, ладно, мне только краски хватит, потому что мы сейчас будем как раз с вами открывать наши сундучки. Как видите, уже все. Хорошо. Мы с вами сзапнулись. У меня есть один сундук. Давайте его прям сразу откроем. Вот. У нас сразу падает, это, осколок на фаера. Так. Ну, я, конечно... Ну и давайте, конечно же, заберем наши награды. Уже третья арена, как видите. Давайте мы сейчас заберем, что у нас там есть. Давайте начнем у нас там с чего. Ну, правда, я тут, как видите, уже голду забрал, поэтому... Вот, пожалуйста. Ладно, так. У нас карточки на кейт и сундук. Ну-ка. Еще осколок на это, еще это, это, это. Короче, понятно. Вот. Ладно, я вас понимаю, пока что... Ну да, тут шансы маленькие на этих аренах и дадё. Поэтому тут как бы пока не стоит насчитывать на эпик. Лучше... Лучше когда? Лучше все же, наверное, мне кажется, апнуть... Сейчас, посмотрите, секундочку. Ух, стоп, секундочку. А мне кажется, ли здесь были эти... Мне кажется, ли здесь были эпические сундуки. Потому что, если ошибаюсь, вроде начинаешь с четвертой арены уже сдавали эпики. Как-то это странно. Вот. Да, смотрите, у нас тут включается геройский, вот идет уже только шестой арены. О, да ладно, разрабы тут снова что-то нахимичили, видимо. В нашей русской версии. Да, ну давай тогда откроем воинский. Еще падает на это... А, вот, пожалуйста, осколок выпал на киба. Так, хорошо. И у нас еще на фаеры выпали карточки. Хорошо. Так, давайте, я думаю, мы их сразу прокачаем, да? А, у нас потом еще есть и это... Еще один сундук же будет. Ну ладно. Ладно, так, давайте еще у нас помогать. Смогать, что тут еще удивительного. А, давай, стоп. Что у нас по секунду там стоит? 200 этих. А ты давай, в принципе, куплю две карточки. Ладно. Ничего страшного же не было. Значит, не жалко. Пускай их мало, конечно же. Ну, давайте. Качаю сразу штраф. Вот, давайте-ка. Сразу прям качнем. Ага, у меня что-то не то поставилось. Ну ладно, я сейчас быстренько поменяю. Давай поставлю его, пожалуйста. Вот, хорошо. Поставлю еще прокачаю его. Давайте. Третий прям уровень, чтобы было все как надо. Так. Ага, хорошо. Так, пока у меня там не хватает, да? Нужно еще качнуть. Качаем кейт. О, и Севрико должно сейчас хватить мне. Ну-ка. И... Ну все, отлично. Третий уровень, как видите. Все. И я должен, как бы, может, разблокировать нашу Хельгу. Которую уже после последнего мнения прям настолько пережрала, что она в итоге прям вообще стала имбой. Да, скорее бы его как-то заполучить и прокачать. Да потом у нас дальше нервоопасно идет, наш любитель. В общем, посмотрим, проверим. Так, ну да, еще линьга качаем, да? Хватит мне интереса голды. Ну-ка. Стоп, 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 стоп. А, все, блин. Нашел астарк. Ну да, мне хватает. Давай прокачаем линьгой нашего, четвертый уровень. Ставим, ставим, ставим. Сейчас, сейчас, сейчас. Ставим флягоконденсацию. Потому что, ну, я здесь обычно эти нюху не беру. Мне что-то здесь не нравится у линьгой. Придется, короче, вот так вот. Все, штраф качает. Давайте я поставлю... Как второй колон, да? Давай поставим вместо кого? Кейт, ну не знаю. Стоит ли ее заменять? Ну, допустим, я ее заменю пока на время. Ну, посмотрим, вообще-то и проверим. Все. Как видите, я даже не успел фары открыть, как я уже дошел до Хельги. И, ну, чё ж поделать, придется вот так вот. Так, наборы на них не впихивайте, потому что в магазине там дохера донастских наборов. Видите, вот, пожалуйста. Набор третьего дозем, набор новичка, вот. И еще набор второго дозем. Ммм, ну, это вообще какое-то веселье. Ну, как говорится, элементы канадской версии тут и есть. Ну, ладно. Короче, все у нас вот так вот. Я, конечно, не знаю, как у вас там ситуация. Но я вам сразу скажу, ребят, качайтесь, качайтесь, качайтесь. Ведь потому что в ближайшее время я могу устроить стрим. И, скорее всего, вместе с вами сыграть. Потому что, повторюсь, здесь настоящие игроки есть. А это значит лишь одно, что с некоторыми я все же смогу сыграть. Правда, еще раз повторюсь, опять же, мне обидно прям за тех, кто все же не смог скачать эту версию. Ну, или, по крайней мере, ее поставить. Ну, шо уж поделать. Я вас очень сильно понимаю. А я так буду, скорее всего, качаться. Может быть, сейчас быстренько я обну четвертую арену. Посмотрим, проверим. Может быть, даже я до нервоопасного дойду. И открою, конечно же, его. Ну, в общем, все будет как надо. Ладно, давайте, давайте, всем пока-пока. Ставим лайки, ставим подписывайтесь на канал. Ставим курсат на видочки. Ну, и, конечно же, вам удачи прокачаться здесь в арене, в которой у нас там релизы в стражке. Давайте, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok